Представьтесь, пожалуйста. Я Лобанова Главдия Петровна, малолетний узник фашистских концлагерей, 1941 года рождения, 4 марта родилась. Во время войны у нас в семье было 8 детей. И когда немцы напали, на нашу деревню, всю деревню нашу сожгли. Ни одного дома-то не оставили. А нас собирали детки, маленькие старики, гнали на железную дорогу. И чтобы всех согнать, все деревни были вокруг сожжены. И вот мы там жили в шалашах. Питались просто в ближние деревни, ходили, побирались. Старшие сестры, братья, чтобы прокормиться. Ну, когда они собрали вокруг все деревни, нас погрузили в товарный поезд и повезли на товарняке. Мы не знали, куда нас везут, но думали, что, конечно, в неволю. Первый концлагерь нас привезли сейчас в Польше, Майданник. Так как была семья очень большая, и рабочей силы было мало. В основном мы дети были маленькие. Ну, старшим сестрам было 15 лет, 13, 11. Эти сестры вместе с мамой работали. А мы сидели за колючей проволокой. Ну, видят, что такая семья и нас. Решили угнать в другой концлагерь. Маутхаузен. Лагерь смерти. Когда привезли туда, то мы думали все, там было очень вкусно пахло. И все вот сестры говорили, ну, здесь нас, наверное, хорошо накормят. Мы такие оголодавшие. Нас кормили брюква, очистка. И вот из этой очистки варили суп. И утром, вечером, значит, брали, у каждого была своя кружечка, стояли в очереди. Вот нас кусочек хлеба в день иногда давали, иногда сухарик. И когда нас в Маутхаузен пригнали, это лагерь смерти. Он стоит на границе Австрии и Германии. Мы думали, что нас там накормят. А оказывается, это пахло мясом. Сжигали, было две трубы, сжигали просто человеческие трупы. Крематорий? Крематорий, да. Газовые камеры, две большие. И нам по какой-то случайной, повезло, случайность какая-то. Приехали помещики, это у нас называется, а там Бауэры. Приехали Бауэры за бесплатной рабочей силой. И нас взяла с удовольствием Баурша. Было восемь детей, мамой. И поселили нас в курятнике вместе с курами. С одной стороны, вычистили сестры, вымали это помещение. Там соломы принесли, чтобы спать. Старшие сестры все работали на полях. Мама работала на консервном заводе. В общем, все работали, кроме трое последних. Я с 41-го года, сестра с 38-го, с 36-го. Вот мы трое только дома были, сидели. А эти все сестры работали. И освободили нас. Конечно, очень трудно. Мы пережили очень много. Я еще хочу сказать, что жили в этих бараках, в курятниках, не только русские. На пекарне работал татарин, мордовец. А это тоже с Сибири угнанные, тоже узники. И вот они иногда, когда в ночную смену работали, они старались нам через забор перебросить в дом, как-то перебросить полбуханочки хлеба или корочек, там припеки, чтобы накармить нашу семью. И освободили нас где-то 9-го мая. Освободили нас русские войска. Сразу машины нам подгоняли. И грузили, в общем, но проходили мы еще фильтрации. Проходили где-то в Румынии. Где-то 3 месяца фильтрацию проходили. И я спрашивала у старших сестер, говорю, а где мы жили? Ну, говорит, какие-то были вагончики или бараки. И мы там фильтрацию проходили. Потом еще я упустила такой момент, когда мы проходили санобработку перед концлагерем. Мы стояли 12 часов раздетые, вот голенькие стояли, друг к другу прислонившиеся. Это был уже август 43-го года, когда нас угнали. И мы, прислонившись друг к другу, вот 12 часов, значит, мы так проходили санобработку. Они же считали, что русские свиньи, швайн, русские грязные. Вот мы проходили санобработку так. Что еще? Пережили очень много, очень опухали. И когда нас из концлагеря в другой концлагеря перегнали, то у нас было просто косточки и обтянутые кожи. Все. Вот такие мы были. После войны приехали. Сожжена наша деревня была полностью. И жили мы в землянке. Просто землянка. Люди добрые себе уже дом построили, а нам дали эту землянку. Вот мы прямо спали на земле. Соломки там постелем. И ходили. Где-то яму нашли, где перегнившая картошка. Вот эти тошнотики мы пекли из нее хлеб. Потом, лето дождали, мы собирали щавель лошадиный, всякие травы. Через, значит, сушили, просевали и пекли хлеб. Тяжелое время, голод. Очень большой голод. Это когда уже вот картошечку вырастили, тогда просто картошку пекли. Кладея Петровна, а помните 9 мая, как вы узнали, ну, что вот День Победы, да, вот то, что она выиграла? Как вы узнали? А, сразу, сразу в нашем же этом бараке, где мы жили, там же не только мы жили, там очень много было, на полях работали, объявили, что наши освободили. Война закончилась. И тут же русские солдаты пришли и, в общем, стали приглашать машины, подогнали сразу же, вот прямо сразу 9 мая, русские войска. И, в общем, русские солдаты. Ну, радости было, беспредельно было, много радости. Плакали. Конечно. Хотите еще что-нибудь добавить? Так. Что вы еще можете? Вспомните. Ну, вот, когда мы, когда мы нас деревню сожгли и под дулом руссишвайн, шнель нас гнали, это где-то до железной дороги было километров 35. И вот они всех жителей собрали и гнали нас. дети плакали, отца разутые, босые, и кушать нечего было. Пригнали, мы вот жили в шалашах. Где-то дней 10 шалашки себе построили, шалаши сделали. и когда уже немцы справились, подогнали, это был, наверное, это я сейчас стала понимать, это был, наверное, последний обоз в Германии. Это же нас в августе 43-го года. И, значит, мы не хотели. В шалаши у нас было 8 детей и мама. Хороший?? Человек.